Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Ты, Святая Богородица, спаси нас! Светитель, Отче наш Николай, были Бога у нас! Светитель, Отче наш Николай, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Владимир, Метрополит Киевский и Галецкий Метрополит Владимир является первомучеником в длинном ряде убиенных и замученных российских православных архиереев. В то время, когда убили в Киеве митрополита Владимира, в Москве происходил Священный Собор Всероссийской Православной Церкви. Весть о мученической контине старейшего иерарха России глубоко взволновала всех членов Собора. И именно на день его смерти, 25 января, Собор и установил ежегодное молитвенное поминовение всех усопших во время гонений исповедников и мучеников. Высокопреосвященный Владимир, митрополит Киевский и Галецкий, до пострижения в монашество назывался Василием Никифоровичем Богоявленским. Он родился 1 января 1848 года от благочестивых родителей в селе Малых Моршках Тамбовской губернии, где отец его был священником и впоследствии был тоже зверски убит. Владыка-митрополит получил образование в духовном училище и в духовной семинарии. В 1874 году окончил Киевскую духовную академию. Далее следует 7-летняя педагогическая служба в качестве преподавателя в родной Тамбовской духовной семинарии. В 1882 году будущий митрополит посвящает себя пастырскому служению в городе Козлове Тамбовской губернии, где молодой батюшка, отец Василий, явился ревностным проповедником и учителем народа. В 1886 году Господь неспослал первый тяжелый крест отцу Василию. Умирает его дорогая спутница жизни, молодая жена. Умирает вскоре единственный малютка-ребенок. Отец Василий тогда же удалился в обитель и принял монашество с именем Владимира. Но недолго оставался отец Владимир в Козловском монастыре. Дальнейшее служение церкви отца Владимира быстро вело его по иерархической лестнице. В 1888 году он был посвящен санепископа Старорусского, викария новгородской епархии. В 1891 году Владыка получил назначение в Самарскую епархию. В то время Самарскую губернию постигло величайшее бедствие от неурожая и холерной эпидемии. Владыка Владимир в эти дни народного бедствия проявил себя великим героем духа, всецело отдавшись служению больным и заботам о голодающих, и своим личным примером воодушевлял пастырей на самоотверженный подвиг страждущему народу. И слово Владыке было нечтетно, а голос святителя не умолкал, пока не утихла буря народного бедствия. С 18 октября 1892 года Преосвященный Владимир управлял в продолжении пяти лет грузинским экзорхатом, уже в стане архиепископа Картолинского и Кахетинского. В 1898 году архиепископ Владимир был назначен на высокий иерархический пост митрополитом московским и коломенским, где его служение протекало 15 лет. В Москве митрополит Владимир на первых же порах своего служения принимал энергичные меры оживления пастырской деятельности московского духовенства и стремился к тому, чтобы частым богослужением и проповедью и религиозно-нравственными беседами столичное духовенство ближе стояло к народу и фабричному рабочему классу. Владыка Владимир не только побуждал к тому свое духовенство, но и сам являлся добрым примером. Нередко митрополит являлся на фабрике и заводе после молитвы, вел беседы с рабочими о вреде увлечения социализмом, как бы пророчески предсказывая, к какому несчастье приведет Россию это противохристианское учение. Вся архипастерская деятельность митрополита Владимира в Москве была полна любви и забот о пастыре. Не знавши митрополита Владимира близко, считали его малодоступным и сухим. Действительно, лицо Владыки всегда несколько нахмуренное, носило глубокий отпечаток какой-то скорби. В силу врожденной скромности своего характера и даже некоторой застенчивости Владыка старался всегда быть незаметным. Он также незаметным для посторонних глаз отделял нищих вдов и сирот. Проявлял горячая забота о спасении нравственно потерянных людях и о пьяницах. Будучи врагом алкоголя, Владыка энергично покровительствовал насаждению трезвости. Сам вел беседы и издавал полезные лески и брошюры о губительности пороха пьянства. Характеризуя митрополита Владимира в эпоху московской его деятельности, один иерарх писал, кроткий и смиренный, ничего для себя лично никогда не искавший. Правдолюбивый и честный, Владыка Владимир постепенно и тихо восходил на высоту иераршей лестницы и сразу высоко поднялся своим авторитетом и привлек сердца церковной и патриотической России в дни всеобщего шатания и измены. 1904-1905 года, когда немногие оставались верными долгу и присяги, твердыми в защите православной церкви. Владыка митрополит Московский тогда явил доблестный образец твердого и неподкупного стража церкви и Родины. Да, на правдолюбивого, твердого, честного Владыку Владимира можно смело положиться. Он ни в коем случае не обманет, не предаст, не изменит правде. Эти высокие свойства и характер души нашего первого иерарха слишком ценны в наши годы шатания. Жемчуг ценен потому, что его редко находят. Немало уделял внимания учащимся всех учебных заведений, особенно заботился митрополит Владимир о семинаристах, подготовлявших себя на пастырское служение и вел с ними отеческие задушевные беседы. Приводим выдержку одной из последних бесед митрополита Владимира с московскими семинаристами. Владик вспоминал настроенность учащихся старой школы и противополагал нынешнему настроению и взглядам будущих пастырей. Тогда ученики более проникались идеальным стремлением и по выходе из школы отдавали себя на служение церкви, довольно немногим, довольно и немногим в жизни. Вы скажете, что хлеб церкви теперь стал черствым. Вероятно, иногда это бывает. Сухая корка не поддается молодым зубам. Но следует прежде всего думать не о том, что можно взять от народа, а что ему сами вы можете дать. Народ беден, жизнь его разъедается пороками пьянства и разврата. Он блуждает в дебрях стектанства и раскола. Когда в народную среду вы внесете истинный свет христианского знания, тогда улучшится материальное положение народа, и он сумеет вас отблагодарить. Нужно помнить, что материальное благоденствие пастыря не самое главное в его жизни. Служение пастыря само по себе безмерно высоко и имеет ценность в самом себе. Пастырь вносит свет в темную среду, пробуждает лучшие чувства, вносит в душу народа мир и спокойствие. Разве это не великое дело, и разве оно не может примирить человека с достатком в жизни? Вся полнота любви митрополита Владимира к своей московской пасте и глубина его связи с Москвой сильно сказались при расставании владыки с москвичами, когда владыка был назначен на Петроградскую первосвятительскую кафедру. Прощаясь, митрополит сказал сквозь слезы, «Дерево, когда растет, не чувствует, каким множеством разнообразных корней и их тончайших разветвлений оно связано с землею, но когда дерево пересаживает в другое место, оно не может не чувствовать всей глубины своей связи с землею. Так и со мною, ощущая всю глубину тяжести при разлуке с Москвою, с которой я за 15 лет духовно сросся, но да будет воля Божия». В 1912 году, когда скончался первый иерарх православной российской церкви Антоний, митрополит Петербургский и Ладожский, на его место был назначен митрополит Владимир. Три года владыка управлял Петербургской епархией. Это было труднейшее время для церковно-общественной работы, ибо тогда усилилось в Петербурге влияние темных сил, то есть распутинство. Митрополит Владимир со свойственными его характеру прямолинейности и твердости убеждений вел посильную борьбу с темными силами. Борьба эта была особенно трагична по своему внутреннему смыслу. При наличии того тягостного и рокового недоразумения, которое существовало между лучшими кругами русского общества, к каковым примыкал митрополит Владимир с одной стороны и государине императрице Александре Феодоровне с другой стороны. Государиня, самоотверженная, беспредельно любящая мать, более всего в жизни любила своего сына, наследника цесаревича и более всего трепетала за его судьбу. И вот этой-то силой материнской любви воспользовались темные силы. Случайным листечением обстоятельств или действием темных нам неведомых сил произошло то, что императрица глубоко уверовала, что судьба наследника цесаревича тесно связана с судьбой старца Григория Распутина. На этом убеждении царицы построено было его громадное, почти неограниченное влияние. Когда это влияние стало оказывать действие в сфере церковной жизни, митрополит Владимир счел для себя невозможным дальнейшее молчание и попросил аудиенции у государя. Архиереи вообще имели очень редко аудиенции у императора. Все сношения между ними обычно поддерживались через оберпрокурора. Оберпрокурор, в данном случае Саблер, В.К. Узнав о цели, с какой митрополит Владимир желал видеть государя, предупреждал владыку о том, что это очень болезненная и сложная тема. Но митрополит смело шел на исполнение того, что он считал непременным своим священным долгом, и как первосвятителя церкви, и как верно подданного. Добившийся уидиенции, митрополит Владимир смело и прямо указал государю на все сплетни и грязные рассказы, которые ходили в обществе в связи с именем Распутина. Указал на гибельность его влияния, особенно в церковных делах. Государь, прослушав владыку митрополита, сказал, что, быть может, он и прав во многих отношениях, но что царица-мать никогда с этим не согласится. Государь, не узнав о разговоре государя с митрополитом, была страшно возмущена и горячо негодовала против митрополита за его вмешательство в семейную жизнь царской семьи. Государья заявила, что митрополит неверно поддан, если он может допустить грязные сплетни и разговоры о царской семье и передавать их государю, когда в действительности ничего этого нет. В ответ на обвинение против Распутина она говорила, что старец Григорий неоднократно спасал жизнь нашего сына-наследника цесаревича, и никогда грязной мысли о старце она не допустит. Государина и была права по-своему. Конечно, никакой грязной тени, ничего кроме самого светлого, кристального, чистого не было в жизни и во взаимоотношениях царской семьи. Но грязь, связанная с Распутиным, проникла в некоторые сферы, близкие ко двору, и об этом то и говорил митрополит Владимир государю. А государыня не знала и не хотела знать ничего об этой грязи. Такова была трагедия тех тяжелых лет. Оба чистые, высокие духом, праведные перед Богом, царица и митрополит не поняли друг друга. И государыня не захотела выслушать того, кто воистину был и верноподданным, и добрым святителем Божиим. Того, кому предлежала такая же мученическая кончина, как и всей царской семье. Митрополит Владимир в 1915 году впал в немилость и был удален из Петрограда на кафедру митрополита Киевского. Здесь будет, кстати, вспомянуть слова, сказанные этому великому иерарху, одним архиереем. Вы были первенствующий иерарх между нами, не только по своему общественному положению, но и по вашим высоким духовным качествам, когда вы светили нам в тяжкие годины церковной жизни. Именно когда люди совершенно и залгались и постоянно изменяли своим убеждениям, вы не боялись говорить правду царям, сознательно подвергая себя огорчением и страданиям и в то же время претерпевая все житейские скорби со смирением и покорностью божественному промыслу и с величайшей твердостью души. Киевское паство с первых же дней окружило своего архипасторя любовью и искренним сочувствием, видя и ценя в нем гонимого за правду опального святителя. Как первенствующему в священном синоде, митрополиту Владимиру по вступлению в управление Киевской митрополии пришлось вновь приехать в Петроград. В 1917 году, когда владыка-митрополит возвратился в Киев, то там уже началась разруха церковной жизни под натиском революции. Образовался исполком и быстро начался развал церковной жизни. Больше в то время в городе Киеве епархиальный съезд духовенства и мирян вылился в украинский съезд, и было предъявлено требование, чтобы в автономной Украине была независимая от синода украинская церковь. Митрополит Владимир любовно, заботливо предостерегал тогда сторонника в этой ненормальной затее, видя, что разделение церкви приведет только к торжеству внутренних и внешних врагов. В пастыре и посомах митрополит Владимир призвал терпеливо относиться к своим великим обязанностям участия в церковном и парфиальном управлении, избегая вражды и разделения. Но сам архипастор потерпел много тяжких обид, оскорблений и огорчений. В осени 1917 года образовалась отдельно от России украинская держава, а вслед за этим в Киеве провозгласилось и временное правительство для всей украинской церкви. Во главе этого церковного правительства встал бывший на покое архиепископ Алексей Дородницын. Образовавшееся самочинное церковное украинское правительство или, как оно называлось, Рада, начало переустройства всего уклада церковной жизни в отделенных Радой украинских епархиях. Во всей духовной консистории были поздно украинские комиссары. Воспрещалось поминовение за богослужением всероссийского патриарха Тихона, а вместо него приказывалось вспоминать всеукраинскую церковную Раду, возглавляемую архиепископом Алексеем. По адресу киевского митрополита Владимира самозванные духовные комиссары высказывались весьма грубо и оскорбительно. В это время митрополит Владимир присутствовал в Москве на Всероссийском церковном соборе, о киевской комиссаре в Рясах, обсуждали вопрос о недопущении своего архипастора митрополита Владимира в Киев. Все ни к чему людину, как они грубо выражались о нем по-украински. Все эти самочинные деяния Рады встревожили все православное киевское население. Собралось многолюдное собрание киевских приходских советов, на котором постановили всеми силами протестанцев против самочинной антиканонической попытки создать автокефальную украинскую церковь. Вскоре после описанных событий митрополит Владимир возвратился из Москвы с церковного собора в Киев. И тогда началось со стороны врагов церкви всяческое оглумление над семидесяти летним старцем-метрополитом. Первоначально бунтовики явились в покое митрополита с грубым требованием об уходе владыки из киевской митрополии. Приводим акт неслыханного до то ли в православно-христианском мире оскорбления. 9 сего года 1917 года, декабря, в два часа дня по поручению будто бы Центральной Рады заявилась ко мне комиссия во главе с назвавшим себя председателем Украинской Церковной Рады священником отцом Маричевым и депутатом протеереем Шараевским, новый лже-метрополит, священником Тарнавским, священником Филиппенком, диаконом Ботвиненко и радиаконом Порфирием, и каким-то военным, и после речи отца Маричева, было мне заявлено словесное постановление Рады о том, чтобы был удален из Киева Преосвященный Никодим Епископ Чигиринский, чтобы немедленно вступили в должность членов консистории, вновь назначенные, а также предложено выехать из Киева и мне. Желаю иметь письменное заявление об этом со стороны поименованной депутации. Я позвал личного своего секретаря и предложил ему записать это требование депутатов, и что последние подписались под ним, но они категорически отказались от этого. Этот акт подписали Владимир Митрополит Киевский, секретарь Левков. Вскоре после этого грубого акта произошел в покоях старца владыки новый случай. Между 10-12 часами ночи в лавшскую квартиру митрополита явился член церковной радости священник Фоменко в сопровождении военного и с неожиданной ласковостью стал предлагать митрополиту Владимиру патриаршество в украинской церкви. Митрополит выразил удивление по поводу такой перемены фронта. То от него требует в три дня уехать из Киева, то предлагает быть украинским патриархом. Но через несколько минут секрет этой ласковости открылся. Зачнее посетители потребовали, чтобы хозяин выдал из средств митрополитского дома 100 тысяч рублей. И когда митрополит заявил, что эти средства принадлежат всей епархии, которая одна только и может распоряжаться ими, то поведение гостей резко изменилось и сделалось настолько угрожающим в отношении к одинокому архипастырю, что он поспешил пригласить через келеника монастырскую братью, чтобы удалить непрошенных ночных посетителей. Но последние безобразничали в митрополитских покоях еще часа полтора. Каково было душевное состояние в эти дни тяжких испытаний киевского святителя митрополита Владимира, можно судить из рассказа свидетеля-очевидца, поручика Кравченко. 12 декабря 1917 года во время приема владыка обратился к последнему с такими словами. «Я никого и ничего не боюсь. Я во всякое время готов отдать свою жизнь за церковь Христову и за веру православную, чтобы только не дать врагам ее посмеяться над нею. Я до конца буду страдать, чтобы сохранилось православие в России, там, где оно началось». Сказав эти слова, владыка митрополит сильно и горько заплакал. В Киево-Песерской лавре в это время расположился бывший Владимирский архиепископ Алексей Дородницин. После революции паства из Владимира его прогнала за дружеские отношения с Распутиным. Изванный из епархии Дородицин, украинец из Екатеринослава, перекочевал в Киев, где в тумане революционных настроений назревало стремление к автокефалии, к независимости от Москвы церкви. Устроившись в лавре, архиепископ Алексей стал мутить монахов-украинцев и возбуждать их против митрополита Владимира в надежде добиться его увольнения и самому сесть на его место. Монахи стали притеснять митрополита, сначала в мелочах. Случалась всему нужда куда-нибудь съездить, а монахи не дают лошадей, заявляет владыка, Алексей на лошадях уехал. Положение создавалось для митрополита Владимира тягостно, и когда к нему приехали другие два архиерея, он просил их как-либо вразумить без чинника. Но их некоторые усилия оказались напрасными. Дородицин создал для митрополита Владимира такое положение, что он чувствовал себя в митрополитских покоях в лавре, как в осажденной крепости. Митрополит Владимир был глубоко честный, прямой и стойкий человек. Он не подчинился никаким требованиям группы людей, беззаконно собравшихся в Киеве, в Украинской церковной ради под главенством архиепископа Алексея Дородницына, которого митрополит Владимир считал величайшим и тяжким церковным преступником и мятежником, в чем архиепископ Алексей сам сознался и раскаялся перед церковью, уже изнанной украинцами же. Умер в Новороссийске в приступе в сердечном январе 1920 года. Даже под угрозой лишения жизни митрополит Владимир не подчинился незаконным требованиям, что он и доказал своей мученической смертью, которую он мог бы избежать, если бы захотел укрыться от врагов и убийц. В январе месяца 1918 года в Киеве началась Гражданская война. Положение начала гонения, положенное и преследование митрополита Владимира озверевшими его же бывшими духовными детьми, продолжалось и завершилось убийством владыки во время обладания Киевом сатанистами и зуверами. Красное знамя революции – эмблема крови и сатанизма, позорно развивающаяся с 1917 года над Россией, всюду, где появятся, влечет за собой потоки неповинной человеческой крови, произвол, братоубийство, а также разрушение святыни храмов божьих. В борьбе двух вражеских партий за обладание городом Киевом многие киевские обители и храмы подвергались обстрелу и в значительной степени пострадали. На долю же Киево-Печерской лавры выпали исключительные дни страданий и гонений. С 15 января в лавру начали попадать ружейные пули и снаряды, а с 22 января канонада усилилась, и лавра оказалась под жестоким обстрелом со стороны большевиков, предполагавших, что с лаврской колокольней за ними происходит наблюдение, но в действительности колокольня была заперта, и в лавре в то время никаких войск не было. Обстрел же большевиками церквей и колоколей на обычные явления всюду, где они ведут войну. От снарядов значительно пострадали Великая Лаврская церковь и колокольня. Снаряды попадали внутрь церкви и производили значительные повреждения. 23 января вечером большевики овладели лаврой, и тогда начались в лавре дикие насилия и варварства. Вооруженные люди врывались в храмы в шапках на головах, с папиросами в зубах. С криком и площадной бранью производили обыски даже во время богослужения. Ругались и кощунствовали над святынями. Монахов-стариков раздевали и разували на дворе, издевались над ними и сетли нагайками. Во время обысков происходил повальный грабеж. В то время, когда большевики обстреливали лавру, митрополит Владимир молился Богу или в храме, или у себя в покоях. В последней литургии Владыка служил 21 января в воскресенье в Великой Лаврской церкви. 24 января митрополит в той же церкви служил Акафисту в тени Божьей Матери. Это последнее служение в церкви накануне расстрела митрополита Владимира по наблюдению сослужащих владыки отличалось особенной задушевностью и проникновенностью. Ночь на 25 января была тревожная. В эту ночь было произведено нападение четырех вооруженных мужчин и одной женщины в одежде сестры милосердия на квартиру наместника Лавры. Грабители произвели тщательный обыск, забрали ценные вещи, ели все, что находили в келье, пили чай, а глубокой ночью трое из них выходили на разведку, в кавычках, и в то время ограбили деньги у казначея и у благочинного. Днем 25 января три вооруженных солдата произвели обыск в митрополитических покоях и, не найдя ничего ценного, взяли из несгораемой кассы золотую медаль. Вечером вновь явилось в Лавру пять вооруженных людей. Один из них, одетый в черную кожаную тужурку, был комиссаром. Все они накануне 24 января уже были в Лавре и обедали в лаврской трапезе. Комиссар, бывший тогда в матросской фуражке, остался недоволен лаврским черным хлебом, бросил хлеб на полу, закричал на всю трапезную, «Разве я свинья, чтобы есть такой хлеб?» Монах трапезника ответил, «У нас, господа, лучшего хлеба и нет. Какой нам дают, тот мы подаем». Трапезник монах Иринеи свидетельствует, что 24 января вечером эта партия вооруженных людей вторичной была в лаврской трапезной. Матрос был пьяный, говорил в трапезной, «Нужно сделать здесь что-либо особенное, замечательное, небывалое!» Потом он сказал, «Пойдем к митрополиту на чай, мне нужно с ним поговорить». После этого они все встали и ушли, а через час снова вышли в трапезу и, усевшись, начали высыпать из карманов серебряные деньги. А комиссар-матрос достал еще и золотые часы, и на вопрос товарищей, «Где взял их?» ответил, «Это мое дело». Вся эта кампания 25 января вечером воя в лавру спросила одного монаха, «Где живет митрополит?» Монах, узнавший их, ответил матросу, «Дом его около того места, где вы кушаете, там он и живет». Матрос на это сказал, «Мы его сегодня заберем». В злодеянии убийства митрополита Владимира свою роль сыграла агитация Алексея Дородницына среди монахов лавры, когда в трапезной лавры монахи кормили банду матросов, то были расспросы, довольны ли братья начальству, не имеют ли монахи каких-либо жалоб. Послушники распропагандированные революцией и возбужденной агитацией Дородницына стали жаловаться на притеснение, «Народ несет в лавру большие деньги, а поедает их он», и они указали наверх, где находились в покое митрополиты. Будущие убийцы митрополита пошли в трапезу, и монах последовал за ними. Предводитель убийц резко обратился к монаху с вопросом, «Почему у вас комитетов нет?» «Везде комитета, а у вас их нет». Монах ответил, «У нас не должно быть комитетов, мы монахи». Грубый матрос закричал на монаха, «Вы только миллионы и тысячи собираете». Грубый изувер матрос долго еще ругался, кричал, а потом начал кощунствовать. Он спросил монаха, «Отец, скажи, что у вас в пещерах?» «Все оттуда вынеси, мы рассмотрим, если там ничего не окажется, или окажется воск, или тырса, опилки. Всех вас перережем!» Монах ответил, «Что я вам буду говорить?» «Если я вам буду говорить правду, вы все равно не поверите. Теперь ваша власть, пойдите, посмотрите и узнаете правду». В 1917 году безбожники уже кощунствовали в лаврских пещерах, они резали кинжалами святые мощи, прокладывали штыками, прокалывали, выбрасывали из гробниц и, надругавшись, ставили святые мощи преподобных на голову. Грубый матрос продолжал спрашивать монаха, «Ты знаешь, кто был отец Серафим из Сарове?» «В Сарове. Отец Серафим был вторым лицом после царя, потому-то Серафим и святой». «Вот и ваш митрополит Владимир будет святой!» Уходя из трапезной, матрос сказал монаху, «Больше вы митрополита не увидите!» Убийцы пошли к ладыке митрополита, чтобы выполнить убийственный замысел. Было шесть с половиной часов вечера. На крыльце митрополитчего дома послышалось три резких звонка. В открывшуюся дверь вошли убийцы, пять человек в солдатской форме, а во главе был матрос. Матрос спросил, «Где Владимир, митрополит?» Швейцар указал на пребывание владыки митрополита в нижней келье отца-наместника, архимандрита Амроси. Проходя в келью к митрополиту, один солдат сказал, «Мы желаем переговорить с митрополитом. Мы идем сейчас из трапезной, и нам там братья жаловались, что он не разрешает комитеты. С ним нужно переговорить, чтобы он разрешил совет, чтобы было так, как у нас». Владыка митрополит вышел к убийцам и спросил, «В чем дело?» Трое убийц увели владыку в комнату, и там оставались с ним наедине некоторое время. У дверей поставили караул. Потом из комнаты палачи повели митрополита в его верхние покои. Когда владыка проходил мимо стоявших в стороне епископа Феодора и архимандрита Амроси, то сказал им, «Вот они хотят уж расстрелять меня, вот что они со мной сделали», и при этом развел руками. Следовавший за владыкой матрос грубо закричал, «Иди не разговаривай! Кто тебя будет расстреливать? До коменданта пойдешь!» Поднявшись на первую площадку лестницы, ведущая на верхний этаж, митрополит остановился и, обращаясь к сопровождавшим его убийцам, сказал, «Ну, господа, если вам угодно расстрелять меня, расстреливайтесь здесь же на месте, я дальше не пойду». Матрос на это грубо заметил, «Кто тебя расстреливать будет? Иди!» Убийцы повели митрополита в его спальню, где, заперев за собой двери, оставались с владыкой там двадцать минут. Там владыку пытали, душили цепочки от креста, требовали денег и глумились. Потом келейники нашли в разных местах спальни на полу разорванную цепочкой, шелковый шнурок, ладанку и серебряную нательную иконку. Через двадцать минут митрополит, окруженный тремя палачами, вышел из спальни, одетый в рясу, в панагеи на груди и в белом клобуке на голове. При выходе на кресок владыке подошел под благословение его старый келейник Филипп. Но матрос оттолкнул его от митрополита, закричав, «Довольно кровописцем кланяйся! Кланялись! Будет!» А владыка, приблизившись сам к келейнику, благословил его, поцеловал и, пожав руку, сказал, «Прощай, Филипп». Вынул из кармана платок и вытер слезы. Филипп передавал, что митрополит был спокоен, словно шел на служение литургии. Когда митрополит надевал шубу, один из солдат сказал, «Это важный преступник!» А матрос закричал у него, «Будет тебе! Никаких разговоров!» Забытый и брошенный своей братьей, окруженный палачами и убийцами, ни в чем не повинный, кроткий и смиренный старец, митрополит Владимир спокойно шел на казнь. По дороге в ограде лавра митрополит шел, осеняя себя крестным знамением, и в предведении смерти благоговейно напевал «Благообразный Иосиф!» Случайно очевидец убийства митрополита передает, что к месту расстрела от лаврских ворот владыку привезли на автомобиле. Когда убийцы вывели владыку из автомобиля на площадку, то он спросил, «Вы здесь меня хотите расстрелять?» Один из палачей ответил, «А что ж церемониться с тобой, что ли?» Тогда митрополит попросил у них разрешения помолиться Богу, на что последовал ответ, «Только поскорей!» Гвоздев руки к небу, владыка молился вслух, «Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные, и прими дух мой с миром!» Потом благословил крестообразно обеими руками своих убийц и сказал, «Господь вас да простит!» Вдруг среди гробовой тишины послышались за стеной лавры оружейные выстрелы. Сначала четыре, а через полминуты еще два и еще. «Это владыку расстреливает», говорит один инок. «Для убийства столько выстрелов слишком много», замечает подошедший третий инок. Потом раздавшихся выстрелов, после раздавшихся выстрелов забегали по двору лавры человек 15 матросов с револьверами и фонарями в руках. Один матрос спросил стоявших монахов. «Батюшки, провели владыку?» «Провели за ворота», был робкий ответ иноков. Матросы побежали за ворота, и через минут двадцать возвратились в обитель. «Нашли владыку?» спросил один монах матроса. «Нашли!» «Так всех вас по одному повыведем», отвечал матрос. В эту ночь покой лавры больше не нарушался. Вся обитель спала крепким сном и не чувствовал никто, что за тысячу шагов от лавры в лужах крови лежал прах истерзанного убитого настоятеля и отца лавры, митрополита Владимира. На рассвете шли в лавру на богомоле женщины, и уже от них братья лавры узнали, что митрополит Владимир лежит расстрелянный за лаврой на маленькой полянке среди крепостных валов. Тело убитого владыки обнаружено было в расстоянии 150 сожжений от ворот лавры. Убитый лежал на спине, покрытой шубой. На нем не оказалось по ноге, клобучного креста, чулок, сапог с галошами и золотых часов с цепочкой. Медицинским освидетельствием на теле покойного обнаружено следующее ранение. Огнестрельная рана у правой глазной щели, резаная рана покров головы с обнажением кожи, колотая рана под правым ухом и четыре колотых раны губы. Две огнестрельные раны в области правой ключицы, развороченная рана в области груди, скрытием всей грудной полости. Колотая рана в поясничной области с выпадением сальника и еще две колотые раны груди. В девять часов утра лаврское братье решило перенести тело убиенного митрополита в Лавру, для чего архимандрит Анфим, получив от большевиков пропуск, отправился с четырьмя санитарами к месту убийства. Отслужив краткую литию и положив тело на носилки, к одиннадцать часам дня принесли останки священномучеников в Михайловскую и Лаврскую церковь, где покойный владыка проводил в молитве последние дни своей жизни. Когда отец Анфим поднимал тело митрополита для перенесения, то к нему подбежало человек десять вооруженных солдат и рабочих и начали глумиться и ругаться над расстрелянным владыкой и не разрешали уносить тело. «Вы еще хоронить будете его, в ров его бросить, тут его закопать! Мощи из него сделайте! Это для мощей вы его забираете!» — неистово кричали изуверы. Когда понесли тело владыки, то проходившие благочестивые женщины плакали, молились и говорили «Страдалец, мученик! Царство ему небесное!» А изуверы кричали «Какое ему царство? Ему место в аду на самом дне!» Для расследования обстоятельств убийства митрополита Владимира Священный Собор избрал комиссию под председательством Тамбовского архиепископа Кирилла. Но она не могла уже исполнить своей миссии. Киев был отрезан от Москвы новыми обстоятельствами революции. Памяти убиенного митрополита было посвящено особое торжественное заседание, происходившее в Соборной палате при участии патриарха и духовенства всей Москвы. В истории русской церкви он был единственным иерархом, который последовательно занимал все три митрополитические кафедры – Московскую, Петербургскую и Киевскую. И завершил свой жизненный подвиг в 1918 году приятием священно-мученического венца, как бы открыв с собой славу русской церкви. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.